Диетолог Борис Качков Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. Автор сотен видео в интернете на канале YouTube. Про здоровье, профилактику, лечение, средства официальной медицины, коррекции образа жизни, народными средствами. Сегодня решил написать видео на очень важную тему, которая в интернете практически не раскрыта. Как похудеть правильно? Возможно и уменьшить животик, но не пострадать, вернее выиграть. Как тактически, то есть в ближайшей перспективе, так и стратегически. Этого в интернете практически нет. В том числе и на моем канале не было до этого видео. Характеристика отдельных диет для похудения. Их полно и в интернете. Десятки таких видео есть на моем канале. Вы можете набрать там диеты для похудения. И последовательно их просмотреть. Чтобы вам это было проще. Проще будет подписаться на канал. И вы найдете эти видео легко и просто. Вы его не потеряете потом в интернете. Как потом мне приходят в почту письма. Боже! Увидел ваш канал. Где он делся? Куда он делся? Не могу понять. Подписались и вам уведомления приходят в почту. Но! И в моих видео есть характеристика отдельных диет. С их плюсами. О чем пишут большинство. И с минусами. Которые каждая диета так или иначе имеет. И о чем? Как правило замалчивают. Но вам же нужна диета целиком. Не только свет в конце туннеля. Потеряю там 5, 10, 15, 20 килограмм. За неделю, 2, месяц там. Или иные сроки. А какой ценой вы их потеряете? Или приобретете новый вес? Вот это как правило замалчивается. В моих видео это есть. И вы просматриваете видео. Увидите. Да! Вот результат которому я иду. Но вот эти сложности которые есть по дороге. Их нужно каким-то образом минимизировать. Кроме правильного сбалансированного питания под вас лично. Иные диеты они не сбалансированы для вас. Соответственно для вас они будут иметь не только положительное значение. Но и частично могут иметь и отрицательное. Вот важно чтобы вот этого отрицательного было поменьше. А положительного побольше. И в этом видео я постараюсь так обобщить информацию об этих диетах. Потому как не все диеты прописанные в интернете имеют одинаковое значение. Для мужчин и женщин. Для детей и людей уже которые развились. В разные периоды года имеют разное значение. Даже при разных погодных условиях они будут иметь для вас абсолютно разное значение. Как положительные. То есть потеря веса. Так и отрицательные. Потому как они могут отрицательные моменты. Активироваться любой системой. И просмотрев это видео до конца вы узнаете. Номер один. Самый важный индикатор. На который вы должны обращать внимание. Прежде чем начинать выполнять любую диету. Вы также узнаете самый опасный период года. Когда любая практически большинство диет для похудения. Имеют самую большую степень опасности для тех кто пытается их выполнить. Ну и некоторые рекомендации. По тому как все таки правильно питаться. Чтобы снижать вес. А здоровье как минимум не терять. А возможно и приобретать. Потому как избыточный вес. Это не просто косметический показатель. Это индикатор вашего уровня нездоровья. И чем он выше. Тем больше опасностей и сложностей для вашего организма присутствует. Поэтому игнорировать тему избыточного веса нельзя. Ее нужно решать. Но решать правильно. А как это делать правильно. Вы узнаете из этого видео. Поэтому смотрите его дальше. Я думаю что вы получите еще одну порцию полезной информации. Которая присутствует практически во всех моих видео. Какой же самый опасный период года. Для выполнения диет. Особенно для диет для похудения. Ну я вас немножко ввел в заблуждение. Он не один. Их два. Самые опасные периоды года. Для выполнения диет для похудения. Это весна и лето. Весной уже испытывается дефицит многих витаминов, макро и микроэлементов. А диеты для похудения, как правило, жестко ограничительные. Не только по калориям. Но и по витаминам, макро и микроэлементам. Каждая диета имеет свой спектр ограничений. Но так или иначе, вы что-то будете на ней недополучать. И вот это дефицит для вашего здоровья, для вашего обмена веществ. Потому что активный обмен веществ. Все же хотят жить лучше и дольше. А активный обмен веществ обеспечивается витаминами, макро и микроэлементами. С точки зрения биохимии. Это кофакторы ферментов. То есть они ускорители ферментов. Они ускоряют ферментативные реакции. А ферментативные реакции у ребенка. И у того же ребенка спустя 50-60 лет. Отличаются одним. Скоростью. Чем быстрее идет обмен веществ. Чем на биохимическом уровне этот человек моложе. Не нужно смотреть ему в паспорт. И ребенок может выглядеть стариком. И быть по обмену веществ как старик. Такие варианты тоже есть. Они не исключение. Поэтому весной. И особенно начало лета. Когда только появляются первые витаминоносные растения. Первые грунтовые источники фактически витаминов. Вот только в этот период года. Организм начинает потихонечку восполнять те резервы. Которые у него истощились за зиму. Вначале восполняет резервы. А потом пускает в топку обменом веществ. Когда вы съели там выросший лук или чеснок. Зелень. Съели все. Теперь я король. Ничего подобного. Ваш организм думает о вас не только сегодня. Думает и на перспективу. Поэтому он первые порции витаминов заберет себе. Конечно если печень хорошо работает. Этот склад вначале наполнится витаминами. А потом будет дозированно отдавать вам кровь на те обменные процессы. Которые в организме происходят постоянно. И на те виды активности которые вы хотите себе придумать. Только после этого ваш организм позволит вам это делать без ущерба. Для вашего же собственного здоровья. Еще по другому критерию. Весна и лето. Особенно первая его половина. Опасны. Потому как обычно всплеск активности. И всплеск интереса к диетам для похудения. Возникает незадолго до отпуска. Делаю акцент на слове незадолго. Так же как и отопительный сезон. Наступает вдруг внезапно. Так же как и новый год приходит неожиданно. Но почему-то всегда по календарю. Вот так и отпуск. Он вроде как где-то был далеко. И тут хлоп осталось до него неделя, две недели. И большинство людей вспоминают о своем отпуске. Именно за этот срок. И ищут вот эти самые короткие диеты. И что получается? Вы хотите похудеть быстро. Об этом тоже определенная опасность. Об этом я расскажу чуть позже. Но именно летом. Диеты для похудения несут самую большую опасность. Почему? У вас еще одна мотивация есть. Ведь летом вы обычно едете не в тундру. Вы едете там где теплее. Или когда тепло стало там где вы живете. Вы и диету для похудения себе решили выполнить. Для того чтобы мы могли раздеться на пляже. И посмотреть кто еще лучше вас выглядит. А хуже скорее. Посмотреть кто хуже из вас выглядит. Из вашего окружения. Показать. Вот. Я же лучше. И в этом опасность. Потому что вы идете на результат. Вы идете сцепив зубы до того результата. Который вы хотите получить. А результат у вас. Первый индикатор это 1-2 недели как правило. Редко кто за более продолжительный период времени вспоминает про то что отпуск все таки наступит. И надо бы к нему подготовиться. У вас еще второй индикатор. Потерять нужно 5-10-15-20. У кого сколько килограмм. И вы идете к этому результату. А это не есть хорошо. Почему? Потому что если вы выбрали не самую лучшую диету. Она не подходит вам. По вашему обмену веществ. По вашему возрасту. По полу. По окружающим вас погодным условиям. Вы достигая результат. Очень многое по дороге можете потерять. Поэтому диеты для похудения. Вот по этим двум критериям. Недостаток витаминов макро микроэлементов. И желание сбросить как можно больше. Чтобы в раздетом виде на пляже выглядеть как можно лучше. По ним диеты все опасны. Именно очень опасны в этот период года. Конечно если вы живете в северном полушарии. Потому как в южном полушарии все наоборот. Там диеты опасны осенью и зимой. Потому что в этот период года там как раз становится жарче всего. А в северном полушарии в этот период года опаснее. В другие безопаснее. Да я понимаю. Собрались вы там на зимние курорты покататься на лыжах. И хорошо бы сбросить там пару-тройку килограмм. Десять-пятнадцать. Кому сколько. Чтобы легче было вам скатываться с горы. Так просто проще. Меньше нагрузка на суставы. И можно еще и сэкономить на подъемнике. Вы можете вдоль подъемника подняться пешком. Без жесткой одышки. Без повышения артериального давления. Которые сопутствуют всегда лишним килограммам. И сбросив их вы это сможете сделать легко. Больше того еще продолжать там худеть. И убирать животик. Подкачивать пресс. Подкачивать мышцы. И усиливать результат по своему здоровью. Ну а второй индикатор. Очень важный. На который вы должны обращать внимание. Выбирая диету. Я вам расскажу. Прямо сейчас. Второй. Очень важный показатель. На который всегда нужно обращать внимание. Выбирая для себя диету. Особенно диету для похудения. Это не килограммы. Которые вам обещают потерять. Это не сантиметры. На которые могут уменьшиться. Разные участки вашего тела. Это максимальная продолжительность диеты. Я бы сказал. Максимально рекомендуемая продолжительность диеты. То есть иными словами. Чем авторы диеты. Или автор диеты. Рекомендует вам. Более короткое время находиться на этой диете. Тем большую степень опасности. Эта диета может нести вашему здоровью. И тем более прочный организм у вас должен быть. Больший запас прочности должен быть. Для того чтобы смочь выдержать эту диету. Конечно если диета продолжается 1-2 дня. Это скорее не диета. Это разрузочная терапия. Разрузочные дни. В этом случае даже просто на воде можно побыть. Создав легкий пищевой стресс для своего организма. Но в то же время жестко его. Ну скажем так не испытав его возможности. Но. Самые опасные диеты для похудения. Это на 3-7 дней. Короткие диеты. И тут вспоминается. Известное выражение. Поспешишь. Людей насмешишь. Да. Понятно. Если вы годами, десятилетиями накапливали какие-то жировые запасы. А тут вдруг решили в несколько дней от них избавиться. Представляете. Насколько интересно вашему организму. Такая резкая перемена в ваших отношениях. Здесь. Эти диеты. Они самые опасные. И нужно просто понимать. Потому что если вы. Находитесь на этой диете. И вам тяжело. То наверное лучше эту диету. Прекратите. Поискать более щадящую диету для вашего здоровья. Для вашего организма. Более подходящую вам. По обмену веществ. Потому как хорошо. Поспешишь. Людей насмешишь. Если вы прервали вовремя эту диету. Ну и компании обсудили ее результаты. Хуже. Если вы попали в лечебное учреждение терапевтического профиля. Ну еще хуже. Если это профиль хирургический. Или не дай бог в реанимацию. Так тоже можно оказаться. Там тоже можно оказаться. Выполняя короткие диеты. Эти диеты самые опасные. Они самые привлекательные. В короткий промежуток времени. Потеряли несколько килограмм. Но. Опасные они для здоровья. Лучше. Если в диете прописано. Что на ней можно находиться. Там 10-14 дней. Вы понимаете. что эта диета не так жестко воздействует на обменные процессы в вашем организме. И меньше требований предъявляет к вашему организму. Чтобы иметь возможность выдержать эту диету. Эти диеты лучше. И не важно сколько там вы потеряете. Важно. Что уровень вашего здоровья. Активно может не пострадать. При выполнении этой диеты. Или этих диет. Но самый лучший вариант. На мой взгляд. Есть очень хорошее выражение. Тише едешь. Дальше будешь. Поэтому если диету можно соблюдать. Не одну-две недели. А месяц, два, три. Это самые лучшие диеты. Почему? Потому что если вам рекомендуют на ней находиться. Или на этой диете находиться. Продолжительное время. Это говорит о том. Что эта диета. Сбалансирована по витаминам, макро, микроэлементам. И в отдаленной перспективе. Если она за три месяца не навредит вашему здоровью. То скорее всего что. И дальше можно эту диету соблюдать. И получать только плюсы по вашему здоровью. Скорее всего эта диета. В меньшей степени. В малой степени ограничена. По белкам, по углеводам. Хотя тут нужно уже смотреть анализы. Насколько эти компоненты. Нужно контролировать или не нужно контролировать. Но как правило. Вот такая диета для похудения. Она жестко регламентирует. Количество жиров. Обычно это 30-50% от суточной потребности. И так как жиры в организм в принципе попадают в небольших количествах. В этом случае ваш организм вынужден. Вот те самые накопленные годами и десятилетиями упорного труда. Ложкой по тарелке. Жировые запасы расходовать как источник энергии. Если вы будете такую диету поддерживать. Понимая поддерживать правильно. Жировые запасы постепенно будут уменьшаться. Ну и вы будете постепенно получать те результаты. По весу. По автоматическому улучшению уровня здоровья. Которые вы рассчитывали. Потому как напомню. Что все-таки ожирение. Это не косметическая проблема. Или избыточный вес. Это жесткая медицинская проблема. Отражающая степень нарушения обмена веществ в вашем организме. Степень нагрузки на суставы. Как минимум. С развитием дистрофических процессов. В суставах нижней конечности и позвоночниках. Степень нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Которая должна обеспечить огромную массу тканей. Дополнительную. Которая вам абсолютно была не нужна. Все-таки питательными веществами. Водой. Другими компонентами. И в этом случае не шоковая терапия. А постепенное снижение веса. Даст возможность постепенно увеличивать запасы здоровья. И получать плюсы от диеты. А не минусы. А вот какие рекомендации я вам могу дать. Для того чтобы скомпенсировать обмен веществ. Чтобы плавно все-таки перейти. Изменив отношение к себе прежде всего. Плавно перейти на диету для снижения веса. Вы узнаете об этом прямо сейчас. На какие еще показатели я бы советовал вам обращать внимание. Выбирая диету. Да. Они в отличие от продолжительности диеты и сезона года. Которые имеют для вас тактическое значение. Сейчас на сейчас. Имеют в большей степени стратегическое значение. То есть. Отвечают за ваше здоровье в перспективе. И первый такой показатель. Это безусловно режим питания. В диете он должен прописан быть. И плохо если диета рассчитана на прием пищи три раза в день. Лучше четыре. А помните известный фильм. Карнавальная ночь. Лучше когда там пять звездочек. Пятикратный прием пищи. Самый лучший при выполнении диет. Почему? Да. Многие критикуют. Говорят. Да что вы. Один два раза в день за счастье принимать. Три это уже все это предел. Но. Есть определенные моменты. Я хорошо знаю. У меня много друзей. Хирургов гипотологов. Да. Мы с ними по разному относимся к вашему здоровью. Я больше занимаюсь профилактикой. Они жестко лечением. Ну когда вы доводите до этих крайностей. Но. Когда я им задаю простой вопрос. Прошу ребята. Сколько раз в день кушали те. Кто попали к вам на операционный стол. Вы знаете. За редким исключением. Ответ два раза в день. Бывает один раз в день. Крайне редко три. Четыре пять. Это для них просто как. Ну не знаю. Как манна небесная. Вдруг свалился человек. Который питался регулярно. И в конце концов. У него камни там в желудочном пузыре образовались. Почему? Ну. Ответ. Можно. Проверить. У школьников. Начальный класс. Ну не начальный. Который начинает заниматься физикой. И понимает. Что из пересыщенных растворов. Обычно выпадают кристаллы. Которые можно выращивать. И наверняка. Ну я помню. Мы это выращивали. Кристаллы на уроках физики. Вы возможно тоже это делали. Этим занимались. Может быть помните. Можете проверить мои слова. Но. Печень фильтрует тонны крови. Вырабатывает сотни миллилитров желчи. А желчный пузырь относительно мало. И вот если вы не даете возможность ему опорожняться. Самый простой способ опорожнить желчный пузырь. Подбросить в пищеварительную систему еду. Он сократился. Переварил пищу. Заодно грязь сбросил. И печень вздохнула свободно. Теперь опять есть место. Куда фильтровать новые порции желчи. Равно грязи, канцерогенов, пестицидов, гербицидов. Из вашего кровеносного русла. А тем более если вы занимаетесь. Стремитесь заняться снижением веса. Вам режим питания нужно. Не во время диеты начать соблюдать. А до нее. Перейти на режим частого дробного питания. Чтобы во время диеты скорректировать. Свой рацион по некоторым компонентам. Вот тогда все будет хорошо. Потому как ваша печень не будет готова к тому. Что вдруг внезапно вы вчера приняли решение. Сегодня вы сели на диету. Вы свою печень об этом предупредили заблаговременно. Чтобы она к этому подготовилась. Только вы начнете активно снижать жировую массу. Оттуда выйдут пестициды, гербициды, канцерогены. Другие токсичные вещества. Которые великолепно растворяются в жировой ткани. Где и пролежали бы не одну сотню лет. Не создав вам никаких проблем по здоровью. Кроме как косметический дефект. И связанные с избыточным накоплением жировой ткани. Нарушением этого самого обмена веществ. Только все это добро. Вдруг начало из жировой ткани перемещаться в кровь. И тут ваша печень должна работать. На чем, куда и складывать желчный пузырь. Он заполнен. И результатов фактически основных два. Либо холостой сброс желчи. Если сфинтер отди у вас оказался слабеньким. В этом случае вас ждут частично врачи-онкологи. Потому как желчь попадая через двенадцатиперстную кишку в желудок. Вызывает там эрозивно-язвенные поражения. Вызывает кишечную метаплазию стенок желудка. С переходом через атрофический гастрит в рак желудка. Конечно хорошо, если желчь туда не попала. Сфинтер оказался прочным. Привратник оказался мощным. И не пропустил желчь в желудок. Ну да, полетела желчь по кишечнику. Вы многое потеряли из токсинов. Но ничего не приобрели из полезных веществ. Которую ваша желчь должна была из пищи взять. И занести в ваш организм. Так как сброс желчи был холостым. Неспровоцированным едой. Когда вы и грязи избавились. Сбросили в кишечник. И полезные вещества желчь принесла вам обратно в организм. Если же сфинтер отди у вас очень хороший. Вот тут хирурги и патологи. Они за него. Потому что он жестко держит. Не выпускает желчь в двенадцатиперстную кишку. А при этом печень ваша пытается работать ищать кровь. И накапливая в желчном пузыре. А он не безразмерный. Включается простой механизм. Жидкая часть желчи ушла в виде воды. Ушла в кровь. А все концентрируется. И как на уроке физики. Вы вначале получаете хлопья. Потом взвесь. Потом мелкие камни. Потом хорошие камни приличного размера. Вы подтверждаете физику. Регулярно и просто. И те кто кушают 1-2 максимум 3 раза в день. Чаще всего это и подтверждают. И примерно 30% населения находятся под прицелом. Под присмотром хирургов и патологов. Которые готовы легко и просто удалить желчный пузырь. И заполненные камнями. Зачем вам это нужно? Лучше все таки пользоваться тем что есть. Поэтому когда вы подсаживаетесь на диету. Я бы советовал вам сделать прием пищи более частыми. Чтобы не провоцировать ни печень, ни желчный пузырь. Помочь ей очищать кровь. Слава богу вы наели. Вспомните что вы ели на протяжении жизни. И часть этого добра лежит сейчас в жировой ткани. Вашей печени вдруг нужно это выводить. Помогите ей. И она поможет вам быть здоровее. Жить лучше и дольше. Еще один момент почему я не советую на диетах. Трех разовый прием пищи. Потому что вскоре после приема пищи. Развиваются так называемые ситуационные переедания. Когда пища переварившись. Быстро всасывается в кровь. Вашему организму некуда это все деть. Кроме как накапливать жировой ткани. Проходит час два три. В зависимости от состава пищи. Если умножаем три приема пищи на три часа девять часов. Что делает. Что находится в крови. Вашего организма. Все остальное время. А там пусто. Там голодание. А любое голодающее животное. Один из механизмов. Запас жировой ткани. И фактически трехкратный прием пищи на любой диете. Он жестко меняет. Раскачивает обмен веществ в вашем организме. То ситуационное переедание. То голодание. И вот. Часто перемежаясь эти процессы. Они будут вашу эндокринную и нервную систему жестко испытывать. Поэтому я бы вам советовал. По мере того как переварение пищи заканчивается. Подбрасывать следующим приемом пищи. Новые порции пищи. Тогда в крови плюс-минус есть какие-то полезные вещества. Где-то вы что-то съели на завтрак. На второй завтрак. На обед. На полдник. На ужин. Ваш организм. В принципе. Так или иначе. Получает какую-то подпитку. В виде энергии. В виде белков. Витаминов. Витаминов. Макро-микроэлементов. Воды. Кислород вы вдохнете. И обмен веществ идет более-менее нормально. Спокойно. А если вы немножко калорийность ограничите. Вот тут жировая ткань попадает под раздачу. И начинает постепенно рассасываться. Шагом 2-3 кг в месяц. Да не быстро. Да не так эффективно. Да не так заметно сразу. Но зато надежно. Но чтобы эта надежность была. Не только сегодня. Но и в отдаленной перспективе. Чтобы вот тех самых довесков. В жировой ткани. В виде канцерогенов. Пестицидов. Гербицидов. Других токсинов. Чтобы они имели меньше шансов остаться в организме. А больше шансов оказаться в кишечнике. Нужен обязательно второй компонент. В каждой диете он должен присутствовать. Это жиры. И о том как их вводить правильно. Я расскажу прямо сейчас. Как бы ни было это парадоксально. Но обезжиренная диета. Для похудения. Очень опасна для вашего здоровья. И сейчас. И на перспективу. Но об этом вы узнаете прямо сейчас. А жиры обязательно должны присутствовать в любой диете. Для снижения веса. Как это ни парадоксально. Но те диеты. Обезжиренные. Без жиров. Они очень опасны для вас. Как в ближайшей. Так и в отдаленной перспективе. В ближайшей перспективе. Опасны тем. Что жир растворимый витамин. По своей природе. Растворяются только в жирах. И только с жирами. Могут попасть в ваш организм. Поэтому. Каждая обезжиренная диета. Она знак равенства. Дефицитна по. Витамину А. Витамину Е. Витамину Д. Витамину К. Витамину П. Витамину В. Потому что витамин В. Это собственно. Ненасыщенные жирные кислоты. Все эти витамины. Попадают в жесткий дефицит. Хотите узнать. Чем это может закончиться. Посмотрите. Свойства каждого витамина. И вы. Узнаете. Насколько полезна. Такая диета. Для вашего здоровья. Поэтому. Жиры. Должны быть. Какие. При выполнении диеты. Если она ограничительная. То лучше. Использовать. Все таки растительные жиры. Потому что там есть. Ненасыщенные жирные кислоты. Которые. Будут помогать вам. Связывать. Нейтрализовывать. Те самые канцерогены. Другие. Токсические вещества. Которые. В принципе. Могут из жировой ткани. Выходить. Или попадать в ваш организм. Во время соблюдения диеты. Поэтому. Я бы советовал. Жиры животного происхождения. Во время диеты. Для похудения. Максимально убрать. А жиры растительного. Максимально вернуть. В этом случае. Обмен веществ жестко не нарушится. Потому как. Да. Вы не получаете. Холестерин. Который нужен. Обязательно нужен. Вашему организму. Он не попадает с питанием. Зато он есть в жировой ткани. Ваш организм его оттуда возьмет. Вашим организмом. Вот если вы убираете. Животные жиры. На обычном питании. Вот здесь вы попадаете. Если у вас не снижается при этом. Вес. За счет жировой ткани. Вашим организмом появляется дефицит. Холестерина. И ваша печень вынуждена. Из углеводов. Из белков. Вырабатывать. Злой эндогенный холестерин. А он злой потому, как он любит ложиться по сосудам. И в этом случае вроде как сбалансированное питание с исключением максимальным холестерина приводит к бурному развитию атеросклероза в сосудах. Потому что жестко извращается обмен жиров, обмен холестерина. Им удеваться некуда, кроме как ваши сосуды. Поэтому жиры, если вас интересует снижение веса, нужно контролировать. Где-то до трети суточной потребности, ниже спускаться нельзя. Но 100% этой суточной потребности удовлетворяться должно растительными маслами. И тогда прекрасно. Лучше, если это ненасыщенные масла. Еще лучше, это полиненасыщенные масла. Как их определить? Легко. Они при комнатной температуре и даже при нахождении в холодильнике находятся в жидком состоянии. Это ведет о том, что там мало предельных жирных кислот, которые в вашем организме не лучший вариант для обмена веществ. А особенно, когда вы снижаете вес. Что еще важно комбинировать? Наличие жиров и режим питания. Жиры нужно распределить так, чтобы они попадали в каждый прием пищи. Чтобы с каждым приемом пищи на пищу с гарантией выходила желчь. А это не только грязь, которую ваша печень удалила из кровеносного русла. И возможность взять полезные вещества из пищи. Но это еще и дезинфекция пищи. Это делает вашу жизнь безопаснее. Количество, понятно, если 30% суточной потребности разбить на 5 приемов пищи, это получается ничто, даже панкреатит, который часто присутствует у людей, обостряться не будет. И поджелудочная будет спать спокойно. Работать не в экстремальном режиме. И обострение панкреатита вы вряд ли получите. И обострение желчекаменной болезни, даже если она у вас присутствует, в этом случае вряд ли состоится. Потому как вы не заставляете ни поджелудочную, ни желчной, лихорадочной работать на вдруг появившейся в пищеварительной системе пищи. Потому что если у вас есть режим питания, лучше если будет режим в стабильное время, плюс-минус. Не обязательно питаться по секундной стрелке, ага, вот через 5 секунд начинается прием пищи, ну плюс-минус полчаса ваш организм потерпит. И жестких нарушений в нем не произойдет. А соответственно и жестких изменений в состоянии вашего здоровья тоже не произойдет. И такую диету вы сможете использовать и долго, и результаты получать спокойно, в штатном режиме, без стрессовых ситуаций. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, ставить лайк на это видео или пропустить, дать возможность поставить лайк кому-нибудь другому, кому отправить ссылочку на это видео, потому что многие стремятся именно весной или летом, чаще всего стремятся снижать вес, и попадают на разные проблемы, на разные сюрпризы, которые заложены в диетах при хаотическом выборе. А теперь вы знаете, как правильно просматривать диеты, и как выбрать ту диету, которая вам будет подходить в большей степени, в большей мере. И в меньшей степени навредит вашему здоровью. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И до новых встреч на моем канале. Кто не успел подписаться, вы можете сделать это прямо сейчас, или поискать другие видео про разные диеты, которые уже описаны на моем канале, и поставить лайк там. До новых встреч на моем канале.